Слушайте, я такая кошка сама по себе, что я не могу. Один монтажер сказал, монтирует она как бог. А что касается лично меня, она действительно была моим учителем. Меня не можно отрывать от этой железки. Понимаете, я пультом называю. Мне просто повезло на встречу с очень чудными, хорошими людьми в нашей редакции. Добрый день, Юкату. Добрый день, заходьте ко мне, ласка. Не знаю, как у вас, но у меня часто бывает так. Вспоминая кого-то из своих знакомых или друзей, приходит в голову какая-то деталь, характерная для этого человека. Кто-то заразительно смеялся, кто-то беспрерывно курил, кто-то постоянно рассказывал анекдоты. Вера Борисовна Рудская, режиссер главной редакции программ для детей, не выпускала из рук спицы для вязания. Она вязала везде. На редакционных летучках, передвижной телевизионной станции, в командировке. Хочется, чтобы оно было и интересно, чтобы оно было и приветливо, и на родной мове. А мовою я же не разговаривала уже 30 лет. Вы меня извините, но я смогу, так и расскажу. И тогда уже вот такая была девчина в Харькове, и вот такая, как видите сейчас. Ну, мне кажется, что я ни крик не изменилась, ну, порозумнившала, звичайно. Так, опыта набралась. А так, яка была, такая и есть. Ну, у меня такое чувство, понимаете? Вот эти роки, которые пролетели, я их не відчула навіть. Они как-то так швидко-швидко пробегли, пробегли. Путь режиссера Веры Рудской в профессию – это тоже своеобразная связанная дорожка, на которой яркими узорами отмечены различные фрагменты. В начале Харькова, где мечтающая о сцене девушка, закончила театральный институт. Понимаете, так склалася доля, что я должна была быть драматичной актрисой. В Харькове я закончила институт, я должна была быть, но телебачение меня как-то захватило, засосало. Я уже была на другом курсе, когда мне попробовали эту линзу показать, знаете, КВН, такий телезр. Но в тот момент у меня уже была дитина, понимаете, на другом курсе. У меня уже была дитина, и мой Сережа уже меня побачивает и говорит, мама, понимаете. Затем Усть-Каменогорск. Здесь мечты о сцене сменились реальной работой. И поехали, то там он помогает открыть, у меня человек был режиссер, а я была диктором. Там таке было, что я не могу передать, бо я у Харькова, а я ж наукраинской мове, добрый вечер, добрый день, как положено, понимаете. А тогда приехала Усть-Каменогорск, там посадили, значит, своего узбека посадили, я поручу. Казаха. Так, були узбеки, казахи, проехали мы, амаль, усю, это самое, ну, західную сторону Билоградянского Союза. Такой, він сидит на своем тексті, талдичить, а я повинна на русскому. Розумієте, а у меня, звичайно, я дома разговаривала по-російську, але что это за мова была? Это же не літературная мова, это потяканье таке, розумієте? Слово русское, а самое главное, что я уже уличила за все свое життя, что важно не только вимовляти каждое слово, а еще очень важно мелодия речи. То я транскрипцию ставлю. Значит, диктором? Да, да, то очи вылуплю, и туди, и сюди, и все на память, и все. Тоді ж, знаете, живий выход, и все, я сяду, так замру, и что мне не подобалось? Мы приїжджали, мы ж были відкривателем. И мы, звичайно, мы были на усе. В 1960-м на вязаной дорожке появились татарские узоры, казань, новое место жительства и новое место работы, режиссерской работы, плюс роль ведущей в передачах для детей. С Верой Борисовной Рудской мы работали еще в Бресте. И вот именно Вера Борисовна Рудская, она, кстати, одна из первых режиссеров вообще Белоруссии, телевизионных режиссеров, она закончила Ленинградский тогда еще институт, именно телевидение, которое готовил режиссеров. А что касается лично меня, она действительно была моим учителем. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередная передача главной редакции программ для детей и юношества Белорусского телевидения «Крустальный глобус». Ну, так уж сложилось, что в начале почти каждой с вами встречи я говорю о том, что есть какие-то особенности, есть какая-то необычность, новшества нашей передачи. И сегодня я не хочу отступать от этой хорошей традиции, тем более, что действительно такие новшества на самом деле есть. Брестские узоры на своеобразной вязаной дорожке Веры Борисовны Рудской яркие и заметные. Она транслировала передачи не только из Бреста на республику, но и на Москву, и даже за рубеж по каналам интервейдинга. Сняла несколько документальных фильмов. При этом была не только режиссером, но и кинооператором. Слушайте, я когда еду на Украину, вот еду туда лековаться, або еду туда в гости, то я там завжди слушаю, мені на уши так мед тече. Мова рідная. От тут наче забылася. Я уже и до белорусской мови уже прикипела, можно сказать. И вы понимаете, проехала Казань, проехала Уфу, Зуська-Миногорска. Тоди уже в Ленинграде я поступила учиться. Поступила как по-украински? Ой, как по-украински. Ну, поступила, поступила. Вы меня понимаете. Поступила в Ленинградский институт театра музыки и кино уже на режиссерский факультет. И там уже я скончила, уже в дипломе написала режиссер театра, телевидения и кино. Вера Борисовна, это тоже такой человек тёплый. Вот с её именем у меня сразу передо мной вот запах картошки, какой-то домашний уют. Ну, понятно, там спицы, вязание. Представляете, вроде бы как бы вот такие ассоциации, которые связаны с доброй, хорошей женщиной. Но на самом деле она была очень крутой режиссер. Мне тебе рассказывать, как она всё умела построить, команду, бригаду. Но вот именно это тепло я помню до сих пор. Так, ты, Витя, в кастрюлю заглянь, ты сюда подивися. Вот я помешаю, бачишь, там глядишь, чтобы камера не запотела. А це картопля не было, у меня сиру вчера, девчата. Я, вы, бачайте, не было сиру. А сейчас мы вот так накрутим. Поэтому, чтобы ты допомогай, ты поклади эту штуку, хай она лежит, а ты будешь мені лепити. Редакция программ для детей – это своеобразная студия в студии. Здесь выходили в эфир музыкальные программы, сказки для самых маленьких, дискуссионные клубы для старшеклассников. Это была прекрасная школа для начинающих тележурналистов и режиссёров. Многие приходили сюда, чтобы набраться опытом и перейти в другие, взрослые редакции. Вера Борисовна Рудская даже не делала таких попыток. Она навсегда оставалась верной своей детской тематике. Пожалуй, в этих детских программах она нашла свой узелок, который сделал ее связанную судьбу яркой и красивой. Сядет комар на дубочку, на зелененьким листочку. Ай, люли-люли-люли, на зелененьким листочку. Сядет комар на пявае, черных мушек запавляе. Ай, люли-люли-люли, черных мушек запавляе. Я работала с такими людьми, от которых только учиться и учиться. И один из таких вот прекраснейших режиссеров, и как раз она застала вот мое становление как редактора, как журналиста. Это Вера Борисовна Рудская, которой я, конечно, бесконечно благодарна и за личное, и за вот ту школу журналистскую и редакторскую, которую прошла. Во многом своей собственной телевизионной карьерой я обязан Вере Борисовне Рудской. Мы вместе работали над циклом телевизионных конкурсов. Первый конкурс назывался «Пять фестивальных ромашек». Он был посвящен Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проходил на Кубе. Гавана, 28 июля 1978 года. На всех языках мира звучит лозунг 11-го Всемирного за антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу. Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, председатель Государственного совета Республики Фидель Кастро-Рус, приветствует посланцев молодежи 145 стран мира. Из сборников «Допомогу работникам телебачения и радовещания». Веросень, 1979 год. Экипаж теплохода «Пионер Беларуси» сердечно витая у дельников конкурса «Адрас Сябра». Такими словами, почав передачу капитан далекого плавания Валентин Александрович Вексман. Интервью он давал у морским порте столицы Латвии, куда пионер Беларуси завитал перед плаванием до берегов Африки. Ветеран советского гондлёва флота рассказывал про новый корабель литовского морского пароходства, про то, и какие теплые сябровские сувези склались помеж литовскими мороками и школьниками Беларуси. Вот с этого интервью начался новый конкурсный цикл Веры Борисовны Рудской. Он назывался «Адрес друга». Белорусские школьники соревновались в том, кто лучше знает союзные республики, которые тогда входили в состав Советского Союза. Эти программы снимались в Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Туркменистане. ПЕСНЯ Профессиональной программой были, звичайно, червоные гвоздики. Потому что ця программа музычная, профессиональная, с оркестром, там ни одной фальшивой нотки. И очень важный момент, дуже важный, что у ци программы, она была телерадиоконкурсом. Один монтажёр сказал, монтирует она как бог. Вот я клянусь, эту фразу я до сих пор помню. Как можно всё сделать монтажом, я вот увидела, действительно, когда она монтировала вот эти червоные гвоздики. Мене не можно отрывать от этого железяки. Понимаете, как это пультом называется? Мене не можно. Я вот это отрываю с кровью только. И поэтому я там тельпаюся десь, что-то делаю. Но мне кажется, что когда я слышала, что я там заважаю кому-то, або там блитаюся под ногами, такая несчастная бабка, якась там что-то хочет, там не может. Но когда я слышу, что я что-то ещё могу сделать, то я от вас не отстану. Кстати, для той первой программы по воле режиссёра в студии белорусского телевидения был создан макет теплохода со своими мачтами, капитанской рубкой, рулевой рубкой. Замыслы режиссёра с неизменным клубочком шерсти и вязальными спицами в руках ограничивались не только вязами. И всё-таки истинный талант и масштаб режиссёра Веры Рудской проявился в республиканском детском музыкальном конкурсе «Красный гвоздень». Кроме белорусского телевидения, его проводили различные министерства, союзы, общественные организации. Добрый день, дорогие сябры! Добрый день! Шостый республиканский телерадоконкурс «Червоные гвоздяки» вітае вас! Мы протягиваем выступление юных спеваков и музыкантов Минской области. Невиколит села песня суровля, Улица звенела ранее янтаря. Этот вид рассвета, эта чистота, В самом сердце где-то, С нами навсегда. Отборы на этот телевизионный конкурс, На этот телевизионный фестиваль детский, Вся республика участвовала, Начиная с деревень, по районам, По сельским там сельсоветам, Потом в районы, потом в городе, Потом область выбирала лучших. И вот для того, чтобы выбрать лучших детей, Были бригады. И меня в одну из таких бригад, Каждый раз в разную бригаду, Направляли как музыкального редактора радио. А я тогда тоже работала в детской редакции. И, конечно, большой опыт смотрели, Как выбирать этих детей. И вот в одну из таких бригад Я попала с Верой Борисовной Рудской. Тоже был великолепный просто опыт работы, Который, кстати, я сохранила потом на ногой. И всегда прошу режиссеров Учитывать вот этот опыт Веры Борисовны Рудской. Дружат на свете разные страны С маленькой лаской дружат река Кружат матрасы и океаны Тиньи неба и облака Годы разноцветные, слонкие и слезные Детством задем не зря Праздник детства радостный, солнечный и радужный Все мы твои друзья Праздник детства радостный, солнечный и радужный Все мы твои друзья Все мы твои друзья Все мы твои друзья Советская Белоруссия 28 января 1982 года Одним из самых бесспорных достоинств программы При всей значимости ее воспитательных и эстетических функций Является режиссура цикла Казалось бы, ну что такого сложного в том, чтобы показать на экране исполнение песенных номеров Вовремя включить ту или иную камеру Позаботиться о качестве фонограммы И успех обеспечен Однако дело не только в этом В «Красных гвоздиках» режиссерам Вере Рудской удается сохранить ощущение цельного времени Реального времени записи передачи Качество, изначальное присущее природе телевидения И мы, зрители, благодаря телевидению Становимся соучастниками этого яркого, многоликого праздника Который так щедро дарят нам его создатели Музыка Это, естественно, моя боль Это моя лучшая такая дитина Лебедяная песня? Нет, это не лебедина Ой, мне этих лебедей герстен накидал Это адрес Сябро Тогда ромашки эти без конца Тогда еще хрустальный глобус Иностранцы разные И там приезжают то американцы, то французы, то наши, то ближние, то дальние зарубежи И мы с ним поездили с этими программами по Союзу Так и представляешь Веру Борисовну, которая, сидя за режиссерским пультом Тщательно выбирая планы и ракурсы Вяжет петелька за петелькой, план за планом Тонкий ажур детского музыкального конкурса Из интервью председателя жюри, народного артиста БССР, композитора Игоря Лученко Газета «Знамя юности» 20 октября 1982 года Конкурс «Красные гвоздики» – это хорошо продуманное театральное зрелище Участникам которого дано ощутить и дух соперничества, и радость удачи Снимали аудиторию, хор детский снимали Ну, конечно, детей же много в хоре И Вера Борисовна старалась делать, чтобы всех-всех было видно И уже потом, когда вот она отсматривала материал А мы же выезжали в районы, в Гомель, Витебск, там по областям были А была какая техника? Вот такие большие бобины, которые надо было монтировать Потом 8 секунд надо было ждать и попасть точно Ой, это был сумасшедший дом какой-то Но это была прекрасная журналистская телевизионная школа И вот она отсматривает материал И вдруг она замечает, что вот мальчика последнего Она, оказывается, он был, вот, она закончилась, ее ряд этот Оказывается, там был еще один мальчик И она на общем плане вдруг увидела, что вот этого мальчика Она как бы крупничком не показала И она там начала говорить, Яна, что как, это ассистент не подсказал А что думал оператор, почему он остановился на этом Оператор стал говорить, мальчик далеко стоял Она на администратора стала кричать, почему не приставили мальчика ближе Короче, мы говорим, ну, Вера Борисовна, ну не будет этого мальчика Как это не будет мальчика? Его вся школа будет ждать, его родители будут ждать Его все родственники будут ждать Мальчик себя будет ждать и не увидит Вы представляете, сколько будет слез и обид И на телевидении, и на нас, и на каждого из нас В общем, в результате мы все кинулись пересматривать все эти съемки, всю бобину Чтобы найти хотя бы какой-то средний план Где этого мальчика она сняла там как-то не очень крупно, но хотя бы в среднем Вот он стоял рядышком Нашли такой план Научиться рисовать вроде бы не сложно Только мне не одолеть этой простоты Удивляюсь я тебе, маленький художник Дай хотя бы посмотреть то, что сделал ты Это солнце лучица Это дом, это птица Это больные кудри Нарисованы прочь Распускаются марки Яркокрасные марки И бежит по бумаге Нарисованы прочь Республиканский финал конкурса «Красные гвоздики» детская редакция проводила каждые два года А в промежутках были городские, районные, областные конкурсы Конечно, не все они попадали на телеэкран Но так или иначе, создатели этого замечательного детского музыкального конкурса Вели трансляции из крупных городов республики Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева Город за городом, талант за талантом, петелька за петелькой Кто вам помогал? Кто вас поддерживал на телевидении? Я такая кошка сама по себе, что я не могу Я как-то у меня все, тут что-то такое Или совместно что-то делается, но у меня не было наставника Может, потому что я блудела, то в Усть-Каменогорск, то в Казань, то там Там свои наставники, там свои, разумеете? И я уже вошла в роль того, что я открываю, разумеете? Что я допомогаю, что я вроде как бы наставник Конечно, изумительный человек Изумительный, который оставил о себе очень долгую память Кажется, ну что ребенок, да, там, снял, и он уже своей мордашкой хорошенькой Нет, она как ко взрослому подходила И в то же время всегда говорила Это ребенок, он не должен копировать взрослых Он должен оставаться ребенком Это, конечно, очень тонкий такой был режиссер Как воздушный легкий шарик Грусть мчится в облака То, что нам не разрешали Разрешат наверняка Можешь сто друзей-то встретить Сто модфильмов посмотреть Все сбывается на свете Все сбывается на свете Если очень захотеть По своей энергетике она была настолько живым Ну, это как какой-то мотор Который никогда не садился на аккумулятор У которого Она всегда была в движении И вообще нас заводила Как она говорила Работала вот в студии на этих самых На разборках, на трактах Это было что-то Я думаю, все операторы, которые работали с ней Они ее запомнили Я расскажу один интересный случай Поскольку я сейчас тоже стараюсь вести здоровый образ жизни Вот она мне рассказывала Говорит, как вот Вообще, говорит, надо ходить? А куда мне ходить? Я так без цели не могу Вот она придумала, что ей надо На экспобел пойти И она шла туда Все двигалось Вообще была очень энергичная Вот энергичная Это последняя Я ее такой запомнила И просто благодарна Мне просто повезло На встречу с очень чудными, хорошими людьми в нашей редакции Нема грошей, но счастья От того телебачения О, я вам скажу Но вот ощущение того, что ты что-то сделал в своем жизни Это очень хорошо И я шкодую тих людей Ось у нас, у нашей системы Багато людей, яки От, розумієте Розумієте Є люди таки, які Ну, раптовные Случайные люди От, відчуваешь 10 лет Працуешь с ними 20 И, может, и 30 И, відчуваешь, что Людина не на своем месте И людина не понимает О, что мне Я шкодую таких людей Редактор субтитров А.Семкин